Я вижу такое красивое здание! Опачки, мы снова в каком-то красивом месте. Очень страшно. Страшно, девочки. Бутылки. Что это за бутылки? А вот здесь что-то, что он не смог объяснить мне. Сейчас узнаем. Это из бумаги сделанная. Мешок, девочки. Вот как вы говорили, мешок, да? Одеть мне и буду красавица. Привет, мои хорошие. Мы проснулись сегодня. Ой, мы вчера настолько устали, что вечером у меня вообще я даже забыла зарядку в машине. И только утром за ней пришла. У меня разрядился уже к утру телефон. И он у меня практически разряженный. Но хорошо на машине, что можно его все время заряжать. Мы сегодня с Кристинкой уже немножко приоделись по-свежему, чтобы не ходить в одном и том же. Стараемся разнообразить наши влоги. Увидите потом на фотках костюмчик у меня какой-то новый. И что еще? Что еще я хотела сказать? Улица. Улица, фонарь. Холодно на улице. Реально утром уже второй раз. И там мы тоже вставали. Очень холодно. Но потом к вечеру становится очень жарко. Поэтому мы так наделись тепло. Но Кристинка вроде ей не будет жарко, если будет жарко. Ей не будет жарко. А вот мне будет, походу. Я очень тепло оделась. Я мерзляка еще там. Сейчас мы поедем. Я утром встаю и набираю. Шоппинг в Брюсселе. И пишут, что Брюссель это вообще идеальное место для шоппинга. Ну, то есть это для таких, как я, сумасшедших девчонок. Вот. И есть здесь две улицы. Одна с такими, представляете, назвали более такие, как это, среднего класса. Это Зара, это Бершка, Нью Лук. Ну, какие-то такие, да, назвали магазины. Это в одной части так условно делится. А в другой части более дорогие. И туда отнесли Томми Хилфигер. Представляете? А я думала, что это как раз таки, недавно только с Кристиной об этом разговаривала. Я думала, что это такой как раз таки средний класс. Томми Хилфигер, Нью Белансы и Ла Косты я бы тоже туда бы отнесла. Вот. А они приравняли это Гучи, Диор, Томми Хилфигер, Кортье в одну цепочку. Представляете? Ну, по цене, мне кажется, странно. Может, это имеется в виду не по ценовой политике, а по брендам. Узнаваемости, раскрученные фэшн-бренды. Вот как-то так вот они назвали. Вот. И ни в одном месте, кстати, где я читала, ни в одном месте так сделали. Так что крутые мучики. Вот. Что еще хотела сказать? А мы направляемся, но не там, где Кортье, конечно, и Гучи. Хотя в Томми Хилфигер я бы зашла здесь, посмотрела, какие новинки есть. Это же сейчас центр в Брюсселе. То были мы в аутлетах, и там, конечно, ни новинки не пышет новинками. Там даже и ни новинок не все есть по размерам. Вот. А сейчас здесь уже будут новинки, и, конечно, может быть, что-то удастся взять. Но мы поедем туда, где Зара, где Бершка, где Бенетон. Кстати, я малому очень классный этот купила, такая курточка. Курточка это была, да, мы бы взяли? Ну, типа курточки, но легкая. Уже, наверное, на следующий год я взяла как раз ее побольше размером. И просто в Европе более другие вещи вроде бы как, да. Говорят, вообще более качественные. Есть очень много моделей, которые нет. Ну, по кроссовкам мы это точно поняли, да. Что то, что у нас в России есть, и то, что в Европе есть, порой не найдешь вообще у нас в России. Все быстро разбирают, либо даже вообще не довозят. Поэтому мы пойдем обследуем. Там целая улица, галереи, рядом парк какой-то есть. Единственная проблема, я не знаю, куда ставить машину, потому что там нет бесплатных парковок. Там все только платное. И, ну, часовое как бы больше трех часов вообще как-то вот на той парковке нельзя было стоять. Поэтому я немножко сейчас не понимаю, как. Но обычно же не на три часа, а может быть под торговым центром есть что-то. Короче, надо будет где-то спросить, а останавливаться нигде нельзя. Короче, едем наобум. Реню как-то улица называется. Вот она вся в бутиках. Моя красивая девочка. Ты можешь здороваться? Утро доброе желать. Не ожидала. Мы вот едем тут по центру. Дома. Вот там мне нравится какой-то магазинчик. Такой красивый, так подсвечивает красиво. Ой, за рулем, блин. Не могу ничего поснимать толком. Привет, малыш. Смотрите, что мы увидели. Все, убежал. Морда такая классная. Напоминает все это садовое кольцо в Москве. В общем, мы так-то ели нашли парковку. Вот на улице нигде нет парковки. Мы заехали в торговый центр, в парковку. И что-то я там такие цены увидела. Сейчас мы подойдем еще там, где оплачивать. Я что-то вообще не поняла. Там и 125 евро, и 235 евро, и 325 евро. Только я не поняла, за какой промежуток времени я испугалась. Сейчас будем выяснять. Кристинка одевает новые кроссовки. Мы отщебучили охренительные кросски. Удобно? Супер. Я тоже хотела что-то новенькое одеть, но я не рискнула. Вдруг будет что-нибудь натирать, я боюсь. Ну, а Кристина в машине, если что, переоденется. Переобуются. В общем, мы вышли на эту улицу, где куча бытиков. Действительно, здесь очень много бытиков. И всяких вообще марок, которых я даже не знаю. Вот наш торговый центр огромный. Он справа. Там мы оставили машину. А здесь уже вот и Неливайс. Что там у нас еще? В общем, много всего. Но мне надо сходить в туалет. А туалет, мы уже спустились на первый этаж, а туалет находится на втором. Короче, нам сказали, можно в фастфуде сходить. Я говорю, это далеко. Сказали нет, но что-то я не вижу здесь, в ближайшем. Вот такая вот улица. Как видите, она далеко идет туда. В общем, пройдем по ней. Потом вернемся в наш ТЛЦ. Зашли в местную гамбургерную. Смотрите, какой гамбургер. А написано, что это Биг. Вот моя ладошка, а вот гамбургер малюсенький. Написано Биг. Ну так, нормальный. Томатов не хватает. Нам же сложно объясниться. Я долго объясняла, что мне нужно. Короче, она там полуфранцузский, полуанглийский. Я говорю, ладно, давайте. И сама думаю, что же мне принесут. Не знаю. Картошка такая же, как у нас. А, кстати, оказывается, здесь, в бутиках. Возможно, это не только в бутиках, но я прочитала это на сайте. Есть такое такс-фри называется. Это те страны, которые не входят в Евросоюз. Они могут получить в аэропорту потом со всех своих покупок от 10 до 15 процентов. Им вернут деньги в специальных местах в аэропорту. Поэтому я сейчас уже купила, зашла в какой-то магазин очень интересный. Мне прям шмотки там понравились. Такие прям, ну, прям мое. Взяла некоторые вещи и уже говорю, вот такс-фри есть у вас. Там специальные магазины с каким-то значком таким. Но я не увидела. Он говорит, да, есть. Мы заполнили какую-то штучку, отдал чек, прикрепил туда и говорит, вот специальные вещи вместе в аэропорту вы отдадите, вам дадут деньги. Посмотрим, проверим. Вот идем, какая-то часовня посредине. Она периодически бумкает. Я не знаю, как здесь сфоткаться. Вот это вот вообще настроили, но зачем? Мы идем дальше, в общем-то. Медиамаркет здесь. Штруйка какая-то. Прямо посреди. Вот они все модели кроссовок, которые я искала с огромной подошвой. Три даже модели какие-то есть. Примерно от 100 евро они стоят. Сейчас померю какие-то. Девочки, видите наши блокнотики из фикс-прайса, которые по 100 рублей. Здесь они 10 евро. Смотрите, как интересно происходит все. Какие-то коробки приходят, какие-то забирают. Огромнейший магазин вообще просто. Кроссовок. Я нашла здесь нереальные кроссы. Потом вам покажу. Кстати, вот мой костюмчик веселый. Трикотажный такой вот, ну, вязанный. Девочки на этой главной улице шопинга. Пимки, которые в секонд-хенде постоянно. Цены там, в принципе, ну такие. Ну там вот 19-25 евро. Посчитайте, там кофточка, это кофточка, а там футболочка. Зашли в галерею. Считается вот этот вот достопримечательностью. В общем-то, смотрите. Стеклянная крыша. Что-то, какая-то постройка. Тут кто-то это, дизайнер. В общем, я плохо изучила все это, но я знала, что здесь есть красивое местечко такое. Ну вот. Смотрите, как нужно зарабатывать деньги. Да, you're so good. Come on. Same. Я положила. Вот так зарабатывает. Девочки, наконец-таки судьба-судьбинушка. Я же все вот это по магазинам. Я сейчас просто набрала, но выезжаем еще рано. Grand Place набрала. И приехали. Тут огромная внизу парковка. Она стоит дешевле, чем в торговом центре. Посмотрите, какая красивая площадь. Мы пока ехали, и я уже говорю, Крис, смотри, какая колоритная обстановка. Вообще здесь много маленьких магазинчиков. И велосипеды, кафешки. Много народу ходит. Очень круто. Мне здесь прям... Вот здесь бы я жила. Вот тут бы я где-нибудь, вот здесь вот. Вот там бы я и у меня жила. И выходила бы каждое утро сюда. Ну что, пойдем. Бельгийский шоколад. Тут целый магазин. Что-нибудь надо брать. Смотрите, какое красивое место. Зеленое все. Вот. А с этой стороны теперь покажу вам. Вот эта площадь мне очень нравится. Прям, честно говоря, тащусь вот эти кафешки уличные. Вот это. Вот это мне все Европу так напоминало. Если где-то в Москве такое есть. Это безумно клево. Все фоткаются. Я очень хочу найти очки. У меня уже болят глаза. Мне кажется, я постарела. У меня морщин столько от того, что я щурюсь постоянно. Но нигде не могу найти их. Все не то, что мне нравится. Вот. В общем, гуляем. Погода на самом деле жарко. Я уже разделась. Сняла куртку. Вот решила прогуляться так. И мне жарко, честно говоря. Мы с Кристиной по-разному себя чувствуем. Ей холодно постоянно. Водя на куртки. Ну, она в куртке и в футболке. А я вот в свитере была и в куртке. Я просто запарилась жутько. И сейчас сняла, и мне все равно жарко. Вот. Прачечная. Какой-то торговый центр внутри. Я думаю, там, может, будут очки. Сейчас пройдусь. Сзади меня. Видите, как красиво. Вот здесь мне нравится. Вот-вот-вот я ощущаю, девочки, Брюссель. Это то, что нужно. Это то, что нужно. Вот сюда надо ехать. И здесь ходить по разным достопримечательностям. Шопиться. Аутлет поблизости. Он небольшой, правда. Ну, на самом деле, тот большой, который, он тоже недалеко. Даже недалеко. Он недалеко от того, который поменьше. Там всего лишь 35 минут. О, еще. Милота. Проходишь вот так перекресточки, один милее другого. Они все такие маленькие. Все такое брусчаточка усеяно. Вообще. И такие домики все красивые. Какая-то красивая там сооружение красивое. Мой костюм, кстати, очень нравится всем. Уже не один раз подошли ко мне и сказали, что my look very beautiful. И так же я смотрю взгляды некоторые, которые сидят такие... О-о-о, чудесно. В общем, яркие костюмчики. Ярче хожу. В живую поют. В живую поют. Атмосферу. Это нереально. Я сижу, кайфую. И жду свой прейш. Я спросила у человека, который встретит на площади, security такой серьезный. Я говорю, где тут еду можно купить домой. Короче, он сказал, что какой-то здесь есть маркет. Идите прямо. И говорит, прочитайте улицу на французском. Вот так называется имя. Я говорю, нет, я так не пойму. В общем, я говорю, далеко. Я сказала, одна минута. Сейчас найдем. Это, наверное, какая-то станция метро. Такая прям площадь большая. Ну вот он, магазин, по-моему. Заходим. О, красота. Очередная. Так, направо нам. Вот только так из машины и будете смотреть на красоту. Только что я самостоятельно заправилась. Оказывается, нужно ввести сначала карту. Потом вводишь пин. Карта видифицируется, в общем-то. Потом ты заправляешься. Заправилась. Я уже думаю, наверное, надо уезжать. А потом думаю, какой-нибудь штраф придет еще. Мало ли. Спросила у человека. Еще раз надо вставить карту. И там было написано распечатать чек. Я написала распечатать чек. И вот спасибо за покупочку. Оставлю чек себе на память. Пришла в очередной раз в это безумно крутое место. На самом деле оно очень крутое. Потому что можно пить сколько хочешь вина. Есть сколько хочешь устриц. Понимаете, о чем я говорю? А я заплатила сейчас 30 евро. Планирую сейчас провести прямой эфир. Провести свое время с девочками. И вообще, мы приехали. Что можно сказать? Мне очень понравилось. Очень красивые виды. Очень красивый город. Брюссель мне очень понравился. Выпьем за возможность. Сделала кое-какие покупочки. Купила себе черные кроссовки. Ну, с белой подошвой. Я думаю, что оно и хорошо. У меня просто черных нет кроссовок. Я поняла, что кроссовки для меня самая удобная обувь. Поэтому я прошлась. Скетчерсы называются, по-моему. Я купила скетчерсы себе. Хотя я никогда на них не обращала внимания. Просто там был магазин мультибрендовый. Я зашла. Все посмотрела подряд. И даже то, что я в России очень сильно хотела купить. С толстой подошвой. И Nike. И Adidas. И все. Просто я готова была заказать, честно говоря, из Европы. Но цены просто меня смущали. Я думала, нет-нет, я поеду, докуплю. И когда дошло дело, я начинаю мерить. И мне что-то не то, что-то не так. Хотя у них цена, ну, Adidas это 100 евро в магазине. То есть это без скидки, без всего 100 евро. То есть это все равно дешевле, чем у нас. Тысяч на пять. На пять? Да. На пять на четыре тысячи дешевле. А Nike точно так же. Ну, что-то мне не село. То ли цвета не так. Оно же должно, понимаете, сесть и сразу все, душа запела. Короче, такие дела. Вот. Но я себе купила вот эти скетчерсы. Они офигенные, белые, вообще идеальные. Просто я купила себе уже белые Nike. Там чуть-чуть красненького. Ну, короче, не надо мне тысячу белых. У меня и так все светлые почти. Вот. Очень прекрасно провели время, на самом деле. Очень, говорят, мы были на красивой площади. Я сидела, наслаждалась этим пением. Нереально круто поют. Нереально. А именно голос на дейце. Они просто вот поют, там что-то поставили коробку и на площади. Очень круто. Не знаю, что будем делать завтра. А, кстати, нашла очень интересный магазин. Тоже вам покажу покупки из него. Кулкет называется. Кулкет, да. Что-то такое. Вот прям... А, я говорила уже. Прям покупки чисто мое вообще. Чисто мое. Я бы все там взяла. Единственное, что там очень много маек, футболок. Они короткие. Я не очень люблю, чтобы было видно живот. Потому что живот, там, мое самое проблемное место. Оно все время поправляется первым делом. Поэтому я стараюсь футболки брать такие. Нормальной длины, чтобы не вываливался живот. Ну, если брать что-то короткое, я взяла. Она мне очень понравилась. Если брать что-то короткое, то нужно следить за животом. Тоже мотивация. В общем, я голодная. Сейчас я немножко покушаю. Подзарядится мой телефон. И я выйду к девочкам в прямой эфир. Вот. Потом передам им здесь привет всем. Я нашла небольшую возможность снимать. И чтобы руки были свободны. У них здесь стоит рядом с устрицей. У них стоит лук. Сейчас я хочу попробовать устрицу с луком. Может быть, действительно так будет вкусно. Он вот так нарезан. Смотрите, сейчас я сюда брошу и отвлеклю нашу устрицу. Попробуем, что это с луком. Я никогда не ела с луком. Может, вкусно. Мне кажется, устрицу ничем не испортить. И с луком вкусно тоже. Ну, что за волшебные устрицы. Как их не ешь, они все вкусные. Ну, что это такое? Еще я взяла мидии. Мидии здесь тоже вот такие крупные. Тоже хочу попробовать. Сначала без лука. Они уже посыпаны, на самом деле, каким-то соусом. Но мне устрицы нравятся больше. Раз так. В 50. Ну, все, мои крошки. Что-то я покушала, попила вина, провела эфир. Блин, девочки. Всем, кто был со мной в эфире, в рейсике, возле отеля, я всем передаю привет. Так что я пила вино не одна, а с вами. Сейчас иду в отель. Хочу включить что-нибудь. А, кстати, у нас дверь по коду открывается. Сейчас бы его найти. Короче, классно. Сейчас иду домой. Лягу. Включу сериальчик или фильм какой-нибудь. Залип. Ну, а может сразу спать лягу? Не знаю. Холодно. Доброе утро, мои хорошие. Ну, что такое? Солнце вот так вот фигачит, но на улице безумно-безумно холодно. Я пытаюсь вам себя показать. Как бы показать? Вот так нормально, да? У меня, представляете, опять вскочила простуда. Но она еще не вскочила. Я такая утром что-то начинаю губы свои. И думаю, что-то какое-то такое легкое жжение непонятное. Что-то я прям трогаю. Мне кажется, по-моему, простуда. И я знала, что нужно брать с собой ацикловир. И я уже намазала два раза. Поэтому я сегодня такая не накрашенная. Губы не накрашенные. Не могу найти свой блеск. Надо зайти куда-нибудь купить блеск. И из того, что я не купила, обязательный порядок. Это очки. Блин, какие крутые очки. Я видела девчонки. Я не знаю, сняла вам или нет. Это я не помню, что это была за марка. А подожди. Какая марка? Это мы в Гуччи заходили. Блин, какие они клевые. Я сейчас думаю, вообще, надо было их, наверное, купить. Потому что я хожу, покупаю. Там, знаете, ну, примерно вижу. Ну, ладно, там, ну, 150 евро на что-то потратить. Может, это еще нормально. На одну вещь. А так, когда меньше 100 евро, как бы оно по душе вроде бы. Ты раз и покупаешь. А когда что-то больше 100 евро, думаешь, блин, ну, я могу целых 3-4 шмотки купить на эти деньги. Ну, короче, немножко неправильно там рассчитываю в голове в своей. А сейчас считаю и понимаю, что, в принципе, очки там 350 или 390. Ну, они дорогие прям были. Они прям дороже всех очков. Ну, они были такие крутые. Я не знаю, буду я жалеть, что я их не взяла или нет. Они реально классные. Они черные. Ну, классическая такая вот оправа, как бы такая деревянненькая. Не деревянненькая, а пластмассовенькая. Но они так покрыты, короче, лаком сверху. А под лаком они усыпаны мелкой-мелкой ненавязчивыми стразами. Очень мелкими. Что только когда ты вот так вот, ну, как бы вертишься головой, эти очки мерцают. Господи, это великолепно. Вот, честно говоря, если бы они сейчас где-то продавались, я померила другие и ничего бы не нашла, я бы их взяла. И пофигу, что потратила бы последние деньги. У меня на самом деле осталось, может быть, 350 евро. Но у меня еще есть карта. Без карты, девочки, никуда. Карта обязательно должна быть. Вот. И, в общем-то, сейчас я отправляюсь. Сейчас у нас 29-е, еще 30-е завтра. Мне уже даже девочки некоторые писали, одна девочка писала, что они где-то живут, они в Голландии живут и собираются в какой-то городок, забыла, как называется, Вилео или что-то такое. И там говорит тоже очень много всяких вещей. Но от нас сейчас это 150 километров. Она давно писала, я пока добралась до Директа. Все, конечно, уже неактуально. История, с которой мне кидали, неактуальна и так далее. Вот. 150 километров я, конечно, не поеду. Как-то я устала за рулем и хочется, если выезжать куда-то, то недалеко. Сейчас, ну, еще с вечера посмотрела такая достопримечательность, которую мне интересно было бы посетить. Это мини-Европа. Это такое место, где собраны все достопримечательности всей Европы, самые крутые, типа. И оно все в миниатюре. Мне это интересно, интересно посмотреть, впечатления. Я люблю все это пофотографировать, показать вам. Вот. А в первой половине, это сейчас вот утро уже, сейчас сколько время? Время где-то 9, может быть, 9.30. Я собираюсь поехать на улицу, где собраны всякие дизайнерские одежды, бельгийские. То есть, вот, ну, как я поняла, местного производства, местные дизайнеры. И, как я поняла, что там цены такие достаточно демократичные, то есть, невысокие. Хорошие цены. И именно такое бельгийское. Это то, что я люблю. Я люблю вообще приехать куда-то и что-то местненькое брать. Вот. Поэтому сейчас я отправляюсь туда, погуляю, посмотрю, что там продают. А потом поеду в мини-Европу. Беру вас с собой. Крошки мои, короче, я доехала до этой улицы, но сколько крутилось, я нигде не могла припарковаться. Вот этим мне и не нравится. Я вечно переживаю за эту парковку. Нету. Все занято. Даже платные парковки. Ну, в общем, я не нашла. И где-то я нашла вообще бесплатную парковку. Я спросила там у людей рядом. Говорю, это бесплатная парковка, платить не надо. Говорят, не надо. И я решила пойти пешком вообще. Только я еще взяла комфту с собой, но я не могу никуда зайти, чтобы ее одеть. Сейчас я соображу, куда мне идти. В общем, я решила походить пешком. Смотрите, какой райончик тут с домиками интересными. Здесь тоже можно было бы жить. Вот молодой человек меня, ну, не молодой, провожает до улицы, которая мне нужна. Главное, не запутаться в лес. Девочки, смотрите, иду я, иду. И даже не ожидала, честно говоря, что я дойду случайно до этой самой достопримечательности писающая собачка. Просто случайно я иду вообще... Вот она писает, но она не писает реально. Она просто лаву подняла. Так, у этой собачки есть история, на самом деле, у писающей. Я и читала про нее, сейчас вспомню. Эта писающая собачка, она на самом деле дворовой породы. И она символизирует объединение всех народов. Вот. Это одна из достопримечательностей. И действительно, это та самая, я посмотрела сейчас в интернете, да, она находится именно на пересечении всех этих улиц. Все ходят, фотографируют. Вот. Такая вот случайная достопримечательность мне на пути попалась. Это очень необычно. Про писающего мальчика, я не знаю, дойду я до них или нет, мне не настолько так, чтобы прямо увидеть, если это далеко идти, да. Вот мини-Европа мне интересна. А писающий мальчик, писающая девочка, с девочкой вообще там, ну, непонятная особая история. А вот с мальчиком тоже интересно. Он оказывается маленький, я думала, он в рост, может быть, человека, а он маленький. Ну, какие врата красивые. Я не знаю, я в Европе кайфую от всего. Может быть, у нас и в России даже есть, я знаю, такие улочки какие-то. Я стараюсь запомнить дорогу, чтобы вернуться вообще обратно потом. Меня уже пока вели, завели, так я уже боюсь дезориентировалась. Но нет, нет, я нормально, все, ориентируюсь, я вернусь точно так же, все хорошо. Так, ну, на всякий случай я сфотографировала здание, которое там, и вроде бы я сфотографировала улицу, если это название улицы. Вот, и вроде номер дома рядом запомнила. В общем-то, так, сейчас мы уже почти пришли. Надо навигатор достать. Тут куда-то еще надо, по-моему, повернуть. Я вижу такое красивое здание. И, по-моему, нам туда виднеется. Там, видите? Вон там он. Я его вижу. Слушайте, ну, но с этой писающей собачкой, это реально приятная неожиданность. Холодно, я поддела кофту. И сейчас бы вот я купила шапку, перчатки, шарф. Ну, очки просто мне нужны. И сапоги малому. Ой, короче. А, кстати, у малого, пока я же здесь, мама же мне рассказывает, что там с малым. У малого температура была ночью, позавчера. Почти 39 даже. Сходили к врачу. Ой, шумно. Сходили к врачу, и мама говорит, что все посмотрели, послушали. Даже лор заглянул во все, как следует посмотрели. Сказали, ничего нет, вообще никаких симптомов, ни соплей, ни кашля. Единственное, что у него режется пятерка. То есть зубы задние. И, скорее всего, возможно, это из-за этого. Потому что никаких других симптомов нет. Вот, пока что, ну, наблюдаем. И все. Я скорее хочу приехать, я безумно соскучилась. Мама мне скидывает видюшки. Я специально с ним не созваниваюсь по скайпу, потому что я понимаю, что это мне и мне будет тяжело. И, не дай бог, он будет капризничать. Не хочу. Пусть он как бы отвлечен, отвлечен. Так. Ну, ладно. Пойдемте дальше. Я вышла на красивую площадь. Тут везде, короче, моют, по-моему, улицы. Шум какой-то. Смотрите. Шикарное здание. Тут еще какая-то часовня. По-моему, может быть, я ошибаюсь. Но на ней часы. Сейчас я смотрю, люди заходят туда внутрь. Вот в это... Что же это такое? Маммэн Кристос. Чессус Кристос. Лау де Тур. Ну, это, наверное, по-французски написано. Тут какие-то, кстати, 100% фьюзы. Какие-то еще ларечки. В общем, пойдемте посмотрим, что там внутри. Что это такое? Какое красивое, тихое место. Здесь, наверное, проходят какие-нибудь... Ну, явно проходят какие-нибудь мероприятия. Сейчас дойдем туда. Блин, как жалко, что у меня нет увеличения. Или я его до сих пор не нашла. Очень красиво. В обратную сторону. Ну что, я вышла на улицу. Ту, которой нужно. Блин, запомнить надо все. Это я на площади вышла, туда вниз. Здесь, честно говоря, я раз уже 10 повернула. То налево, то направо. Все между собой так похоже. Но я думаю, что будет все хорошо. И, кстати, здесь вот парковка есть. Я ее не видела. Совсем рядом сюда улица. Я оставила хрен, знаете, машину. И еще бы ее найти теперь. Ладно. Пока что я не вижу ничего. Не вижу никаких магазинов. Так что мы прям... Много. А, да, написано вот. Бруссель, Дисиген, Септембр. Ну, будем заходить. Ну, как сказать, цены дешевенькие. Вот этот магазин, вот эти кроссовки беленькие последние. Я спросила, сколько стоят. 330 евро. Ну, как бы... Ну, как бы... Буча я могла купить за эти деньги. Два. Ну, не два, полтора. Полтора кеда. Нет. Не полтора. Два с половиной. Ну, в смысле? Ну, в смысле, пару. Сосед. Пару и еще полпары. Три, короче, тухли. Опачки. Мы снова в каком-то красивом месте на великолепной площади. Я вам сейчас покажу, что я вижу. Так, какое-то здание. Но оно закрыто. По-моему, туда не попасть. Сейчас покажу. Это достопримечательность тоже. Я ее видела на фотках. Когда смотрела, достопримечательность. Сейчас в тень чуть-чуть уйду. Опа. Смотрите. Та-да-дам. Так, вы вот что там против. Я запуталась, честно говоря, в этих домах. Я не знаю, что как называется. Не следите у меня строго. Это такая вот большая площадь. И вот еще какое-то здание. Это я потом уже, когда буду смотреть достопримечательности Брюсселя, я буду смотреть и вспоминать, что о, тут я была, тут я была. Так, два льва тут стоят. Ну, просто ничего не написано. А я смотрела там. Ну, короче, я запуталась. Простите меня. Я сейчас держу в голове, как бы мне вообще найти машину. И как бы это не было очередным приключением, если честно. В потере машины. Вот. В общем, красота. Мне очень приятно. Мои глаза очень радуются. Я кайфую, честно говоря. Здесь вот гуляя. Как хорошо порой иметь... Хорошо иметь с гугл-карты и интернет. Вообще, интернет очень важно иметь в Европе. Вот здесь есть бельгийский ресторан. Сейчас мы зайдем туда и что-нибудь покушаем. А я остановила машину... Ой, оставила машину на бесплатной парковке. Смотрите. Это церковь. Вот. Ой, ой. Годом. 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 Вот. И короче, рядом вот тут у меня такая красота. И тут вот рядом бельгийский ресторан. Я надеюсь, он открыт. Интересно. Интересно. Он открыт? Ой, моя гада была. Какие тут цены. Офигеть. Одно блюдо стоит 17... Самое дешевое стоит 14,75. И непонятно еще что это. Вино. Блин, ну это... Хотя, подожди. Ну, допустим, 20 долларов даже что-то стоит. Это полторы тысячи. И еще что-нибудь попить. Ну, короче, на две с половиной, на три тысячи здесь надо поселить. Ой, господи. Там мне что-то дует. Ладно. В бельгийский не пойдем. Глядь, туда можно зайти, в церковь. Но чего-то не хочется. Сейчас я еще посмотрю, что здесь есть. Смотрите, еще какое-то тут кафе или что это такое. Смотрите. Тут что-то это... Как барахолка может. Или что это такое? Антиквариатная штука какая-то. Баночки, скляночки. Куда это я забрела? Что-то интересное. Берем. Hello. Так прикольно. Забрела я, девчонки. Велосипедик какой-то стоит. Баночки. Это антиквариатный какой-то магазин, походу. Вот это. Это печатные... Вот печатные машинки. Вот это не знаю что. Это чек, наверное. А, там еще столько места. А, там еще столько места. Глубокое местечко. Интересно, насколько она глубокая. Стулья. Очень большое. Очень большое. помещение. Аж страшно. В общем, там все. Не пойду туда. Заблудиться можно. Еще второй этаж. Господи. Это я вас завела, да? Случайненько. Офигеть. Стулья. Страшные, девочки. Бутылки. Что это за бутылки? Девцом мира. Девцом мира. Бутылки какие-то. Откопанные, наверное, где-то. Тазик. Там все черным-черно. Бутылки. А это что такое? Какая-то колясочка маленькая. Стул. Цена. 200 евро вот такой стульчик. Не хухрым-ухрым. Что это такое? 75 евро. Да ну клево такое что-то привезти. Правда? Из зеркала. Из Бельгии. Это же очень круто. Так, я уже заблудилась. Вот еще тазики. Ага, все верно. На второй этаж, наверное, не пойдем. Все он. Кстати, я читала, что писающий мальчик был украден. Попытались его несколько раз украсть, и один раз украли. Вот он. Это, наверное, он, которого украли. Я нашла. Стоит 150 евро всего. Вот. Его прям вот, по-моему, он прошел много. В общем, я зашла на какую-то антиквариатную улицу, и здесь все антиквариатное. Тут какие-то магазины слева идут, такие вот мебельные, декор всякий. Декор. Вот. А справа антиквариант-антиквариат, в общем-то. Я вижу какое-то кафе, я очень хочу перекусить и сходить в туалет. Так, присела тут в кафешечку. Еда Либи, что ли, сказали. Вот что-то себе взяла. Буду пробовать, мне очень интересно вот это попробовать. И чай с мятой еще. Не знаю, что это, и парень плохо знает английский, он тоже не смог объяснить. Знаю, что что-то здесь с мясом, а что-то с сыром, а остальное вообще не знаю. С чем. Что-то поем, что-то заберу с собой, потом скажу, сколько все это стоило. Чай с мятой и вот пять вкусняшек для пробок. Так, с мясом попробовала все нормально, мясо со специями, такие знакомые специи. Потом, ну, с какой-то травой, оладушек тоже, ну, все нормально, похоже на шпинат. А вот здесь что-то, что он не смог объяснить мне. Сейчас узнаем. Кабачок. Кабачок, болгарский перец, лучок. Вкусно. А здесь находится что-то кислое, типа щавеля вообще. Кислое для меня. Что-то напоминает, может быть, даже это виноградный лист. Но прям кислое, оно еще чем-то подкислено. У меня аж глаза заслезились. Чай безумно вкусный. У меня осталось пол кружечки. И я решила заказать еще сладюшки. Вот они, две сладюшки. Вот это с орехами, типа пахлавы, мне кажется. А вот там внутри, во второй, я не знаю что. Вторая штучка не похожа на пахлаву. Просто там сборь орехов в меде. Может, похоже на пахлаву и сверху тепловаша или что-то такое. Вообще, походу, вовремя пришла. Смотрите, это все люди уже ждут. Мест нет. Сейчас я уйду и кто-то сядет. Все, вышла, поела. Класс. Парень, даже официант, который меня обслуживал, подошел, говорит, ты блогер? Я говорю, да. Вот, сразу телефон, как найти? Я такая сирена набираю, сразу высветилась. Он такой раз и подписался. Так что девочки в нашей армии, официант из одного кафе, вот, будет нас смотреть. Говорит, будете снимать, типа показывать, выкладывать? Я же снимаю чуть-чуть. Я говорю, да, он такой, можно? А я говорю, хочешь сказать что-нибудь? Передать привет. Он такой, не, не, спасибо. Ну, как хочешь. Не хочешь, как хочешь. Еще я прочитала, что, короче, здесь очень сложно найти, как я понимаю, вообще очки. В Бельгии, типа, вообще не сыщешь очки. Так что, ну, только если в торговых центрах и это. Так что, наверное, очки я буду покупать в аэропорту. Сейчас еще пройдусь здесь на окраине, по кругу. Потом буду думать, куда идти дальше. Хочу зрелищ. Зашла вот сейчас в одни очки. Ну, блин, они дороже, чем Гуччи. Мне кажется. Взял, толкнула меня. Ладно, я сама тут иногда толкаю всех. Очки, короче, ну, 500 евро. Еще почему. И там выбор 5 очков по 500 евро. Красота. Не знаю. Ну, конечно, может быть, у нее идет там торговый. Может, какие-то, я не разбираюсь, честно говоря. Может, действительно, это какие-то антигвариатные там очки. Вот. Но это не Гуччи, не ничего такого. А я Гуччи себе за 390 или 350 не купила. Я не помню, сколько они стоят. Ну, помню, что больше трехсот. Зашла в магазин. Всякие бельгийские цацули. Цацульки. Посмотрим, что тут у них продают. Очень уютненько так вообще. Одежда какая-то есть. Цацули прям, цацульки. Цацки. Скрипят полы. Очень атмосферно. Ой, красота такая вообще. Все необычненько. А здесь пахнет восточными палочками. Прям... А, и тут древесина. Это дерево. Свечи. Тут прям аромат какой-то стоит. Пахнет. Вот, видите, дерево. О, как пахнет. Не знаю, что это оно пахнет. Красивое место. Мне кажется, не нужно ходить в музей. Тут любой магазинчик антиквариатный, как музей. Очень красиво. Так все со вкусом сделано. Посмотрите. Невероятно. Каждый уголочек хочется. Вот каждый... Каждый уголочек прописан. Какой красивый стол. Ух ты, какой красивый диван. Посмотрите, как все клево. Не передать вообще, честно. А это что такое? Что-то красивое. Светится так. 165 евро стоит всего. Как уютно. И музыка, музыка, слышите? А вот уголочек какой красивый. Вообще. Как. Как в другой мир попало. А на входе стоит огромный кусок дерева. Сейчас покажу. Видели? Что-то красивое нашла. Смотрите. База. 495 евро стоит. А вот еще эти. Яйца. Сферы какие-то. Ух ты, а это что такое? Это из бумаги сделанное. Вообще. Вот идея. Смотрите, девчонки. Идея для картины. Это свернутая бумага. Картон. А нет, она еще в каждую сделана как-то. Видите? Короче, ну свернутая. Чтобы вы видели. Свернутая бумага. Ну вообще можно взять журнал. Журналы. Посворачивать и склеить между собой. И вот такой вот получится декор. Ну а вот дерево. А здесь сад. Фонтанчик. А вот блестяшки. Для таких же сорок, как и я. Смотрите. Все блестит. Мерцает, это такая вот. Бегушки, стрекозы. Смотрите, какое произведение искусства. Мне кажется, вы тоже сможете так нарисовать. Вот и продается. Так меня видно в отражении, да? Такая необычная сумочка. Сколько она стоит? Как будто маечка какая-то. Сорок евро всего. Прикольно. Но я такое не ношу, поэтому брать не буду. А вот платьица за 70 евро. Прозрачный. Горошек. Классная. Шуба. Натуральная, похоже. Это вообще, как я понимаю, фирма. Фирма вот эта. Мне кажется, моя местная какая-нибудь. Сейчас что-нибудь поглядим здесь. Мешок. Девочки, вот как вы говорили, мешок, да? Одеть мне и... Буду красавица. Ну, это типа сумки, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok.